Продолжение следует... Ирина, во-первых, мы вас поздравляем с вашей новой мелонгой, желаем вам всяческих успехов. Первый логичный вопрос. Что значит «До Скоро Солвес»? Почему вы выбрали такое название для вашей мелонги? Потому что эта мелонга традиционная, она, я надеюсь, будет связана с танцеванием в близком объятии, то, что характеризует традиционное танго, поэтому два танцующих сердца «До Скоро Солвес». Два танцующих сердца. А, насколько я знаю, есть такой вальс? Да, есть такой вальс. У него есть история, можно поискать ее в интернете, всем будет интересно прочитать, что ввлекло в основу поэзии этого вальса. А вот вы упомянули в связи с вашей мелонгой понятие «традиционная мелонга». А что значит для вас «традиционная мелонга»? Традиционная мелонга для меня это мелонга, на которой есть определенный кодигус, есть правила, которые желательно, чтобы все придерживались. Это место, где звучит традиционная музыка, танцуется традиционная танго, и используются все атрибуты мелонги, которые можно встретить в любом другом месте, который характеризует традиционную мелонгу. Картины, композиции музыкальные по оркестрам, структура танцпола, как расположены столики, как все перемещаются, как друг друга приглашают, и все-все-все. А вот буквально можете в нескольких словах рассказать про правила, чтобы тангер, пришедший на мелонгу, себя чувствовал комфортно? Что он должен делать? Он должен приходить с желанием пообщаться и потанцевать. Это не практика, поэтому нужно понимать, что это формат вечеринки, и поэтому, наверное, здесь люди себя не будут уютно чувствовать в джинсах и майке, потому что и интерьер этого места, и атмосфера этому не будут соответствовать. Здесь принято общаться, приглашать друг друга взглядом, хотя, возможно, и какие-то другие способы приглашения здесь нет проблем. И музыка звучит так, что она разбита, между оркестрами звучат картины, принято уходить и приглашать других людей. В общем, это место, и мы приходим потанцевать и пообщаться. Паша, расскажите, а кроме непосредственно танга сможем ли мы услышать чакареру или, например, даже кумбию на мелонге? Это первая вечеринка, и, возможно, ее формат в дальнейшем будет расширяться. Она в такой день недели, когда вряд ли кто-то будет задерживаться за полночь. Она коротенькая, поэтому я не думаю, что она будет перегружена какой-то программой. Возможно, когда-нибудь... Возможно, на ней будет звучать чакарера, как совсем коротенький эпизод. Но, в принципе, я думаю, что она будет больше для того, чтобы потанцевать танго. А сможем ли мы увидеть какие-то шоу? Я надеюсь, что да, и мы тоже не хотим ее перегружать в шоу, но я думаю, что выступление какой-нибудь пары, которую мы пригласим, или которая захочет выступить, украсить вечер. А какую музыку, музыку, каких оркестров мы сможем услышать на мелонге «Дос Курасоноса»? Я надеюсь, что на этой мелонге будет звучать разная музыка. К сожалению, в Москве принято на мелонгах ставить порядка 13-14 оркестров. И это создает такое впечатление однообразия танго-музыки. Ее на самом деле много больше. Я надеюсь, что мы этот диапазон расширим. Возможно, для большинства здесь будет звучать незнакомая музыка, но это не значит, что эта музыка не звучит в других местах, в том числе в Уэносарисе. Там все-таки использовали большее количество оркестров для того, чтобы... А можете буквально 2-3 оркестры назвать, которые 100% можно будет услышать здесь? Ну, 100% здесь можно будет услышать. Понятно, что не Зарли, Торенца, Тройла. Их, конечно, больше. Но я думаю, что будут какие-то оркестры, возможно, которые не так часто... Можно услышать здесь на мелонгах, в Москве, в Франчине, в Монтьеерке. Ну, есть многое. Лучше я не буду раскрывать. Хорошо, большое вам спасибо. С вами был Прещай Бухтаной. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»